так у нас сегодня курник 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 я вам обещала показываю единственное что я тесто уже сделала вам я рассказываю как делать тесто на курник и так вы берете примерно пачку масла сливочного трете на терочку на крупную и примерно 2 стакана муки перетираете эту массу руками делаете такую крошку солим ее в этот момент потом добавляем туда баночку сметаны и примерно полстакана чуть побольше кефира именно в кефир мы кладем соду она у нас там гасится не в уксус а именно в кефир она у нас там гасится она у нас там пенится слегка и мы начинаем вымешивать тесто добавив еще два стакана муки мы вымешиваем тесто не переложите муку она должно быть достаточно такое мягкое вот видите то есть оно должно быть не не сильно крутое и так мы вымесили тесто и положили в холодильник минут на 30 курник это у нас пирог с курицей или со свининой и чуть-чуть можно картофель и туда добавить сырого и лук я лук сегодня не буду класть потому что лук я люблю класть если предварительно вот эту начинку мы чуть-чуть обжариваем вот вы таким образом можете себе сократить время приготовления курника если вы возьмете вот начинку курицу картошку мелко все порежете лук чуть-чуть обжарите и выложите все это естественно в остывшем виде на тесто закройте таким образом у вас время сократиться и лук будет не вареный в курнике а жареный он будет вкуснее я сегодня обжаривать начинку не буду поэтому я лук не буду класть чтобы не получить вареный лук в курнике мне это не нравится и так мы режем на мелкие кусочки сантиметр не больше более мелко мы нарезаем картофель также на кубики потому что картофель у нас дольше готовится все примерно такое соотношение от 1 к 2 2 части курицы 1 часть картофеля должна быть у меня остался карамелизированный лук от картофельного гратена я специально карамелизировала и сделала его с запасом вот мы можем положить этот лук он даст нам конечно вкус необыкновенный и сочность сегодня я буду делать маленькие курники небольшие если вы делаете большой курник пирог вы сразу раскладывать его на противень потому что вам переносить будет потом большой неудобно это у нас вверх будет мы вырезаем дно то есть в это тесто у нас не идут яйца у нас нет дрожжей это не дрожжевое тесто у нас и выкладываем ложечкой добавили лук обжаренный если любите сырой то сырой если нет то обжариваете все чуть-чуть у нас вверх должен быть побольше чтобы у нас хватило покрыть весь наш курник так мы покрыли курник сверху теперь мы защипываем вот так это сниму мне неудобно это тесто она не очень сюжета не пельменная да когда мы можем красиво вот так вот но не очень такое податливая именно поэтому курники потом можно сверху украсить какими-то из теста красивыми фигурками все есть у нас небольшой курник то мы его переносим на противень если вы делаете большой курник то вы сразу формируете его на противень и сверху мы в центре делаем дырочку и по цвету сока который будет у нас процессе приготовления выделяться до видно будет мы будем понимать готов наш пирог или нет когда у нас сок наш станет прозрачного цвета бульончик это да скажем так то пирог у нас готов и убираем смазываем желточком и убираем духовку на 50 минут на 40 на 50 минут у нас легко снимается маленький мы сейчас переложим на противень и запечем все курник готов